Бездомные кошки и собаки – бич 21 века. Если первые чаще всего не угрожают жизни человека, то вторые могут стать причиной трагедии. Осенью прошлого года стая бродячих собак напала на чебоксарских школьников, а весной этого года одичавший пёс загрыз до полусмерти 10-летнего мальчика. Чебоксарские власти, кажется, нашли решение проблемы. На Марпасарском шоссе полным ходом идёт строительство пункта передержки бездомных животных. 12 трёхсекционных вольеров и 4 передвижных блок-контейнера. Такое обустройство позволяет единовременно содержать 46 безнадзорных животных. Пункт передержки начнёт действовать с сентября этого года. По заявкам граждан будут отлавливаться безнадзорные животные, либо хозяйские животные. В случае, если это хозяйское животное имеет признаки хозяйности, то есть это ошейник, шлейка, жетон, либо какая-то бирка. То есть будут передерживаться не менее чем 6 месяцев. А в случае, если это безнадзорное животное, животное, проявляющее агрессию, значит, законом разрешается содержать до 5 дней. После 5 дней будет применяться медицинская эфтаназия. Вопросом гуманности уже задача есть правозащитники животных. На самом деле я очень рада, что власти города Чебоксары обратили внимание на очень серьёзную проблему безнадзорных животных на улице города. Начало, я думаю, что очень хорошее. Главное, чтобы цель строительства этого пункта передержки, на мой взгляд, была гуманной всё-таки. Цель зоозащитников – увеличить передержку небуйных бездомных животных хотя бы до 10 дней. В это время представители общественных организаций будут искать животным дом и хозяев. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.